Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео я посвящаю ароматам бюджетным. Я давно собиралась снять это видео, но вот как-то все не доходили. У меня руки, ноги, никак не могла собраться. Бюджетные ароматы в моей коллекции есть, я ими пользуюсь. Какие-то очень сильно люблю, какие-то, честно говоря, не очень. Но вот они у меня есть, и давно хотела вам о них рассказать. И вот сегодня, наконец, решила. Бюджетные ароматы, ароматы по очень хорошей и доступной цене, и которые зачастую не уступают по своему звучанию и по той истории, которую они к себе несут, люксовым, а иногда даже нишевым ароматам. Какие-то из них я просто обожаю, ношу и даже не представляю, как я без них буду. И не применяю их ни на что. Все, и давайте начнем. Давайте начнем. Аромат первый, самый любимый, бюджетный, вообще обожаемый мною – это Красная Москва. Я уже его показывала часто. Красная Москва в концентрации духи. Ему уже, наверное, лет 7 у меня. Цвет немножечко потемнел, аромат конкретно так она настоялась. Я в Красной Москве отношусь очень трепетно, очень как-то по-родному. Она меня все время удивляет, вдохновляет. Я уже говорила, что она дает мне правильный такой творческий настрой, когда я рисую картины, когда я что-то делаю такое творческое. Приятный, пряный, специевый, с великолепным илангом, таким припудренным. И знаете, так вот я заметила такую вещь. У меня есть аромат от Лилаба. Это такой нишевый бренд. Многие, да, вы с ним знакомы многие. А у них аромат Иланг 49, который я тоже очень сильно люблю. Он есть в моей коллекции. И иногда я слышу в аромате Лилаба вот именно иланг из Красной Москвы. И это так удивительно и поразительно, и так здорово. Ну, вот такие вот там вот у меня живут иланги. И там, и там. Красная Москва очень хочу попробовать в концентрации адекалон и в концентрации туалетной воды. По-моему, вот сейчас как раз вышла новинка. Поправьте меня, может быть, я ошибаюсь. Но, по-моему, да, в Москве уже можно приобрести. А в Сиднея пока нет. В общем, первый аромат Красная Москва. Очень бюджетный, очень, ну, красивый и мною нежно любимый. Если ищете подарок кому-то поехать за границу, преподнести какой-то презент, мне кажется, маленький пузырек духов Красной Москвы будет как нельзя лучше. Ну, это классика. Это классика, это Россия во флаконе. Следующий аромат, который меня удивил, это аромат Вандербилд от Глории Вандербилд. У меня в туалетной воде 100 миллилитров. Это у меня уже новая версия этого аромата. Аромат был выпущен в 1982 году. И автор аромата, ту-ту-ту-ту, София Гроссман. Я покупала его вслепую. Я покупала его в каком-то сайте за 15 долларов. За 15 долларов цена вообще просто мизерная. И я не прогадала. Я не прогадала. Наверное, если бы был бы флакон поменьше чуть-чуть, мне бы это больше нравилось. Потому что уж слишком он большой, конечно. Если бы такой красивый флакон был бы 30 миллилитров или 50, как-то было бы еще красивее. Очень красивый силуэт лебедя. Я люблю лебедей. И вот их силуэты, они волшебные какие-то, сказочные. Нравятся они мне очень. Сам аромат. Я уже нанесла его вот сюда на руку. Ну, как бы так, чтобы освежить память. Он для меня зимний, осенний, не весенний, не летний. Потому что это аромат грелка. Аромат грелка, аромат плед, аромат такой, знаете, каникул где-то в снегах, на лыжах. Я не знаю. Ну, вот что-то такое, вот когда вам нужны такие горячительные, согревательные напитки. И ароматы тоже должны быть соответственные. Вот этот аромат для меня именно такой. Зимний, осенний. Для холодов. Здесь, ну, слушайте, здесь огромная пирамида. Я вот перед тем, как снять видео, залезла на фрагрантику, посмотрела пирамиду. Чего только нет. Чего только нет. Огромнейшая пирамида. Вот в 80-е годы они, конечно, да. Они делали вот эти многосоставляющие композиции, и они были прекрасны. Сейчас, я думаю, он, конечно же, звучит не так, как в то время. Я не могу попробовать оригинал. Но то, что вот сейчас у меня в руках, современная версия, очень даже неплоха. Наверное, в ней не хватает именно той животной ноты, цвета или еще что-то. Но, тем не менее, может быть, мало здесь мха, может быть, еще что-то. Но, не знаю. Мне он, тем не менее, все равно очень нравится. Аромат очень красиво запутривается на вашей коже. То есть, он и греет, и в то же время такой легкий, и женственный. Восхитительный. Восхитительный аромат. Правда, вообще, София Гроссмана, она для меня показатель. Если я вижу, что автор Софии Гроссмана, и это какие-то цветочные композиции, здесь у нас и тубероза, здесь у нас и гвоздик, здесь у нас вообще много-много разных цветов, то аромат всегда будет удачный, и он всегда мне понравится. Она вот как-то вот такая, фея цветов для меня, Софии Гроссмана. Следующий аромат, который мне очень понравился, и который тоже стоит совсем недорого, это аромат Blue Grass от Elizabeth Arden. Вот такая коробка. Здесь тоже 100 мл, тоже я покупала его вслепую. Даже меньше, чем за 15 долларов. То ли за 12, то ли за 10. Ну, вообще, очень смешная цена. Мне нравится оформление. Оно такое простое, вот этот вот округлый такой флакон, и вот эта вот лошадка, она очень милая. Аромат я этот очень давно хотела, и хотела его, конечно же, попробовать, но когда увидела такую цену, взяла. Аромат 1936 года выпуска. Это уже новодел. Я думаю, если брать вообще винтаж, это будет вообще что-то умопромрачительное. Но здесь тоже все очень хорошо. На мой нос. На мой нос. Конечно, если бы я нюхала винтаж, я бы, может быть, и закритиковала бы вот это. Но, тем не менее. Когда вы вдыхаете из флакона, это что-то такое мыльное. Это мыльное, очень ярко-альдегидное, очень ретро. Но на коже это совсем другая история. На коже, когда я первый раз его нанесла на коже, я вот сейчас тоже нанесла. Это восторг. Это мыло. Это мыльно-альдегидный аромат. Я обожаю такие ароматы, поэтому это мое. Это мое. Если кому-то не нравится мыльное, ретро немножко звучание, вам, скорее всего, это не подойдет. Но вот там присутствует какой-то воздух. Знаете, вот смотря вот на этот флакон, на эту лошадь, я представляю, знаете, такие поля, трава, такая сочная, пряная, зеленая трава. И вот вы бежите по этой траве, можно даже порезаться об эту траву, она такая острая. И вот этот аромат, он остропряный, травяной. Именно травяной. Зеленый. Такой какой-то свежечистый. Ну, просто восхитительный. Здесь присутствует такая немножко горчинка от лаванды. Здесь присутствует какой-то вот именно воздух, солнце. И вот эта вот трава, вот это поле, полное вот этой красивой, зеленой, свежей травы. Он... Он классный. Он классный. Вы знаете, вот эти два аромата, ну, три, Красная Москва, Вендербилд и Блю Грасс, они для меня, ну, вот могут реально посоперничать с какими-то реально нишевыми ароматами. Я не говорю про люкс. Про люкс, естественно, даже с нишей. Удивительно. Удивительно. И будет возможность, попробуйте. Но не судите о нем сразу после первого затеста. Подождите, дайте ему время. Дайте ему на вашей коже обжиться немного. Тогда он вас вообще покорит и удивит. Следующий. Это вот прям целый парфюмерный дом, который можно купить по вообще очень хорошей цене. Это дом Кошарель. Кошарель у меня представлен в трех ароматах. Первый аромат это Иден. Я уже его показывала в своих обзорах. Мне он очень нравится. Он очень нравится, но для него нужно определенное настроение и определенные погодные условия. Он лучше всего раскрывается, конечно, во влажном климате, если дождь, если даже, знаете, такой гроза, ливень. И вот вы бежите куда-то, зонтик забыли, как я всегда делаю. Я уже никогда не ношу зонтик. И вот вы вот просто с головы до ног все промокли, вы даже сняли свою обувь, бежите босиком, вы куда-то вот там негде укрыться, гроза, шелестят листья, и вы вот по этому дождю. И вот если на вас этот аромат, это просто кино. Это будет просто кино. Аромат, да, аромат тропический, фруктовый. И здесь очень красивая дыня. Дыню в ароматах я не так много знаю вообще ароматов с дыней, но не могу сказать, что я прям большой фанат и поклонник дыни в ароматах. Здесь это красиво, здесь это обыграно, интересно, странно. Аромат странный. Аромат на любителя, но если он вам понравится, если он вам полюбится, то он, конечно, он не похож вообще ни на какие современные ароматы, вот честно говоря. А в этом, наверное, его самая большая изюминка и особенность, и флакон такой милый. Ну, мне нравится. Мне очень нравится. А следующий аромат от бренда Кошарель по хорошей цене, это Анаис Анаис. Вот такой вот Анаис Анаис у меня. Тоже в туалетной воде. И здесь, ну здесь это аромат, вот знаете, ну я уже говорила, вот чего-то такого, вот вы выходите из душа, белая выложенная плиткой белой ванная комната, все в таком дым-дым-дым, пар, пар от душа. И вот тальк, мыло, вот чем вы мыли, знаете, такое вот что-то, вот отголоски вот этой чистоты сразу после ванны или сразу после душа, в этом аромате это очень хорошо присутствует. Он тальковый, он припудренный, он цветочный. Здесь я еще очень ярко слышу гиацинт. Здесь красивый, такой немножечко горьковатый гиацинт. Очень приятный. Очень приятный аромат, подойдет, мне кажется, вообще для любого возраста, на лето так вообще восхитительно будет. Я его люблю, он у меня порой, даже я его ставлю в ванну, и после душа, вечером особенно, после душа я наношу его и хожу так. Он дает ощущение, знаете, такого крема, как вот вы намазались кремом после принятия, после водных процедур, скажем так. Следующий аромат от бренда Кошарель это Лулу. Про Лулу я уже говорила очень часто. Великолепный за те деньги, из-за которых сейчас можно его найти. Это просто находка. И это тот вариант, который вообще ни капли не уступает нишевым домам по звучанию, по своей необычности, по своему раскрытию, по своему содержанию. Удивительная история, удивительная какая-то, знаете, метаморфоза с этим ароматом постоянно происходит. Каждый раз раскрывается по-новому, каждый раз несет в себе какое-то новое настроение, новый заряд. До сих пор, но и неразгаданная, прекрасная, великолепная Лулу. Обожаю ее. Закончили с домом Кошарель. Покажу вам еще один аромат. Это аромат Пани Валевска. Пани Валевска аромат от... Ну, вот тут написано, я потом все оставлю. Это у меня винтажная, винтажная Пани Валевска. Сейчас я видела у девочек, у Оли Спалианной, у Кати Випенцелбокс, по-моему, есть уже новодел этих ароматов, и они им нравятся. У меня еще старинная, вот с такой вот откручивающейся крышкой, и там вот этот эликсир. Эликсир юности я этот аромат называю. Он вот такой, знаете, как будто юная-юная девушка, и вот она вот только начинает вот какие-то вот... У нее... Ну, то ли она закончилась только в школу, она там идет куда-то дальше, ступень, не знаю, в академию или в университет. Это какой-то первый поцелуй, первый там летний дождь, первый что-то такое вот романтичное. В этом аромате очень много романтики, очень много юности, свежести, легкости. Он, безусловно, альдегидный аромат, он альдегидный, но альдегиды здесь такие хрупкие, воздушные, я бы даже сказала. Такие вот прям как мыльные пузыри. Знаете, аромат по легкости как мыльные пузыри. Красивые такие, много-много-много-много мыльных пузырей. Очень-очень красивый, тонкий. Повторюсь, я не знаю, как звучит сейчас новодел. Надеюсь, ничуть не хуже, чем вот моя версия. И по цене они очень хороши, поэтому я советую попробовать. Дальше я вам покажу один аромат. Он у меня в миниатюре, но его можно тоже найти сейчас по очень доступной цене. Это Calvin Klein One. Вот такая у меня миниатюра. Видите, даже я ей пользуюсь. Это аромат моей вообще юности, молодости и так далее, и так далее. Много с ним всего связано. Я его беспредельно обожаю. Для меня он один из наиболее красивых, свежих ароматов. Для меня он даст фору любой молекуле. Честно, вот прям честно вам говорю. У него невероятно богатая композиция. По звучанию он, конечно, цитрусовый. Он очень такой, вот знаете, очень, ну прям свежак. Свежак, но в хорошем плане. Такой вот пахнет и морем, пахнет немножко солью, пахнет цитрусовыми брызгами. Тут и лимон, и лайм, и апельсин, и горечь грейпфрута. Все-все-все-все-все есть. Иногда мне даже тут слышится лаванда. Ну, лаванда, она бывает у меня такой, знаете, она мне может слышаться где-то в таких чистых ароматах, свежих. Так что Кельвин Клайн я бы вот рекомендовала, если, например, ищите подарок как будто подростку, тинейджеру. Он очень крутой. Очень крутой, не надоест. Я в свое время извела, наверное, 100 миллилитров, ну, штук 5. Штук 5, они выходили в новых сериях. У меня был красный, у меня был сначала классический, даже другая была тут надпись Кельвин Клайн. Изначально такая она была, другой шрифт. Классический, прозрачный. Потом был серебряный, с красными буквами. Потом был красный, потом был желтый. Еще какой-то, в общем, это... Ну, это было просто мое, наверное, парфюмерное я. Вот так я себя олицетворяла. И не против повторить опять, наверное. Надо уже. Пора. Очень он мне нравится. Очень. И следующие два аромата, которые я вам покажу, я не хочу сказать, что они мною любимые, что в них что-то такое сверхъестественное есть. Но, тем не менее, они заслуживают внимания. Почему нет? Это Вера Ванг, принцесс. У нее вообще вот этих принцесс, по-моему, очень много. Вот у меня два. Значит так, первый принцесс. Это Эду Туалет, 100 миллилитров. Очень красивый флакон, честно говоря. А сам аромат, здесь, конечно, я не буду кривить душой, говорить, что он даст форму нише, но, может быть, какому-нибудь и люксу и даст. Вот такое вот красивое сердечко, посмотрите, классное, да? Здесь вот так вот его поднимаете, эту корону. Вот такая корона. А вот эту корону можете носить на пальчике, как колечко. Ну, если хотите. А, нет, колечко вот. Колечко вот, под ободком. Вот тут колечко. У каждого аромата есть такие колечки. Ой, это любителям сахара. Тут сахар, здесь такая сладость. Вот просто для меня это немножечко пытка. Я их покупала, ну, не знаю, мне они так эстетически понравились, как они выглядят. И я даже какое-то время их носила. Вот, видите, ну, совсем немножко. Это туалетная вода, очень быстро выветривается. Я бы его порекомендовала, честно говоря, для каких-нибудь маленьких девочек. Маленьких девочек, если у вас есть девочка-подросток, там, я не знаю, 12, 13, 14 лет. Очень хороший вариант. Не притязательный, не тяжелый. Но в то же время такой девичий, радостный. И, мне кажется, любой девочке понравится вот такое вот красивое оформление, вот это вот сердечко. Для меня это, конечно, уже, ну, чересчур просто. Чересчур просто. Аромат, ну, такой наивный, знаете. Здесь и какие-то цветочки, и ягодки, и засахаренные фрукты. Ну, такая немножко Мария Антуанетта в детстве, скажем так, вот, когда она еще была в детстве. Собачки, сестры. Очень сладкий. Очень, очень сладкий. Ну, прикольный. Прикольный. У нас вообще продается за какие-то копейки. Так что обратите внимание, если особенно ищете подарок своей доченьке. И следующий аромат тоже от Веры Ванг. Второй как раз. И он мне, кстати, нравится больше. Это Принцесс Найт. Принцесса... Ночная. Ночная Принцесса. Сейчас я вам его открою. Вот эти два аромата Веры Ванг, это, конечно, вообще без претензий ни на что. Предыдущий аромат, о котором я вам говорила, это да. Особенно первые два, Элизабет Арден и Вандербилд, для меня это просто, это бомба. Это все вот это, а это все такое очень, очень насыбельное, очень простое. И все-таки больше для тинейджеров, на мой вкус, на мой взгляд. Ну, может быть, я ошибаюсь. Очень крутой флакон. Флакон мне безумно нравится. Тут такое вот сердце тоже. И оно все обклеено такими, как блестками, они осыпаются, естественно. Но сделано очень здорово. Тоже вы поднимаете эту корону. Здесь у нас кольцо. И этот аромат мне нравится гораздо больше предыдущей Принцессы. Этот аромат, такая она уже подросла, Принцесса подросла, такая уже начала бунтовать немножко, ходить по ночным клубам. Но это тоже, это очень-очень сладкий аромат. Там, по-моему, даже в пирамиде нарисованы вот это сахар. Знаете, вот кусочки сахара. Если я вижу, вот когда сахар, то уже будет too much, чересчур. Сладкая ваниль сахарная с ягодами. Вот ягоды здесь хорошо оттеняют эту сладость. Это здорово. Ягоды здесь такие с кислинкой. Так что если любите ягоды кислые плюс сладость, вам, наверное, понравится. Как такой, знаете, компот, да, но вполне себе ничего. Интересно, интересно. И флакон. Мне очень безумно нравится флакон. Вот я их держу, наверное, только из-за флаконов. Очень редко ношу. Вот этот, кстати, носила чуть побольше. Ну, тоже в силу того, что они быстро очень выветриваются. Что это у нас? Да, это оба. Это туалет, туалетная вода. Очень быстро выветриваются, поэтому вы должны или носить с собой этот флакон, обновлять. Или как-то, не знаю, хорошо, наверное, они будут звучать, наслаивать, если на них какой-то уже более тяжелый аромат. Но это уже отдельная тема, знаете, наслаивать ароматы. Это, кстати, очень интересная тема. Ну что же, вот такие у меня бюджетные ароматы. Может быть, какие-то для вас будут открытиями. Может быть, для вас это видео покажется полезным. Также, если ищете бюджетный вариант, я бы рекомендовала покупать наборы. Наборы парфюмерных домов, например, Estee Loader, да, вот делают такие наборы. Или наборы Hugo Boss, или наборы Burberry в коробках. И там миниатюры самых таких вот известных, да, ароматов. Mark Jacobs есть наборы. Они в основном продаются в Duty Free. И если есть возможность заказать у кого-то, или сами поедете в Duty Free, там возьмете. Это очень здорово. Это даст вам возможность познакомиться с ароматами вот прям вот непосредственно очень близко. И я помню, в своей юности у меня были только миниатюры. У меня была моя первая миниатюра Dolce & Gabbana, Purpham. Я обожала этот аромат. Хотелось бы, наверное, его повторить. Бархатная красная коробка. И там такой вот прямоугольный, золотистая жидкость. Красная такая квадратная крышка Dolce & Gabbana, Purpham. Классный аромат. Такой немножечко тяжелый. Не знаю, для девочки-подростка странный выбор. Но вот мне он очень нравится. Нравился тогда. И вот сейчас я его могу прям воссоздать. Он бы мне понравился. И вот ни одна у меня была миниатюра. Была еще миниатюра Валентина. Была еще какая-то миниатюра. Я помню, я вот их носила. И мне не нужны были большие флаконы. Ну, вот тоже такие варианты бюджетные. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Пишите, пишите, какие вы бюджетные ароматы любите. Может быть, откроете мне что-то такое новенькое, интересное. Все. С вами была Аленка Блок. Всем пока. Чао-чао. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok